Мы говорили с вами о той духовной борьбе, с которой нам приходится сталкиваться. И Бог дал нам оружие, которым мы можем поражать противника. И вот четыре вида этого оружия. Следующее. Имя Иешуа. Вы помните, когда Петр и Иоанн пришли в храм? И там сидел хромой человек, которому они проговорили. И они подняли его, он встал и сказал. Они сказали ему так, во имя Иешуа встань и ходи. И Господь исцелил его. И когда их поставили перед Советом, они также сказали, что это в нем столько силы, столько силы им не Иешуа для исцеления. Это одно из тех оружий, которое принадлежит нам. И мы можем использовать его с уверенностью. Не просто надеясь, что что-то произойдет, но зная. Потому что он жив, и в его имени есть сила Божья. И сила высвобождается, когда мы провозглашаем его имя с верой. Еще одно оружие нашей духовной борьбы это кровь, которую пролил Иешуа, когда он был распят. Сила искупления, которая в крови, которая текла из тела Иешуа. Она сотворила примирение, которое было окончательным примирением. Которая удовлетворила плату за грех всего человечества. И сила того, что произошло, когда Иешуа пролил кровь, доступная нам сейчас. И мы можем сражаться ею с врагом. Еще одно оружие нашей духовной брани это само Слово Божье. Когда мы провозглашаем и утверждаем и говорим Слово Божье, то то помазание, которое есть в Слове Божьем, высвобождается. И этого помазания и этой силы достаточно, чтобы производить перемены в духовном мире. Я думаю, что все мы переживали это. Мы провозглашали то, что Бог говорил. И не переставали делать это, пока Его Слово не превозмогало. И Слово Божье относится к такому большому количеству наших жизненных ситуаций. И мы должны находить конкретные специфические места Писания, которые говорят о том, что мы хотим, чтобы изменилось. Например, если ваши дети ушли от Господа, то есть местописание, что нет воли в Божьем в том, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И есть Слово, что плод чрева твоего благословен. Я и залью Дух Свой на потомков твоих и на семя Твое. Это Божье Слово, это то, что Он говорит. Я представил перед тобой жизнь и смерть, избери жизнь. Итак, у нас есть имя Мессии, кровь Мессии, Слово Божье и, конечно же, Дух Святой. Святой Дух. Святой Дух был необходим даже Иешуа, чтобы Он мог делать то, что Он делал. И каждый раз я не перестаю думать об этом, что даже самому Сыну Божьему, Богу во плоти, полноте Божьей, которая была в человеческом теле, даже Он нуждался в помазании Святого Духа, чтобы оно пришло на Него, чтобы Он мог исполнить все то, что Бог сказал Ему сделать. И те из вас, кто были здесь вчера, слышали, как Лея говорила, что точно так же, как Отец послал Ешуа, так же Ешуа посылает нас. И нам нужно такое же помазание Духа Святого, как было у Него. И мы можем его иметь, потому что оно обещано нам в книге Деяний. И давайте прочитаем, чтобы убедиться, что все это правда. Деяние, вторая глава. Сначала стих 36. Даже 33. Итак, Он был вознесен Десницей Божьей по правую руку Отца, сказано в английском варианте, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Они были очень сильно впечатлены этим, в самые сердца. И Петр говорил тем, кому было это сложно понять. Он говорил им, покайтесь. Будьте погружены во имя Иешуа, Мессии, для прощения ваших грехов. И вы получите дар Святого Духа, потому что есть обетование Святого Духа, и оно для вас и для ваших детей. И даже всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И это все мы. Я написал свое имя над этим местом Писания. После того, как я принял силу Духа Святого, перед нами есть битва. Это битва в нашем разуме, в нашей воле, в наших эмоциях. Иногда она очень сильная, как бы одолевает нас, иногда она поспокойней. Но Бог дал нам оружие, которые сильны и которые могут привести нас к победе. И я скажу еще раз, это имя Иешуа, провозглашение Его имени и также кровь Иешуа, провозглашаем Его имя и Его кровь и Слово Божье, и взываем к Богу Отцу, чтобы Он дал нам силу Святого Духа. Мы хотим весь набор. Я хочу весь набор, ничего не оставить. Все эти дары и все это обеспечение, которое Бог хочет дать. и это оружие борьбы, которые могут привести нас к победе. Филиппийцам, вторая глава. Очень значимое и важное местописание. С девятого стиха. Посему и Бог превознес Его, Иешуа, и дал Ему имя выше всякого имени. Его имя даже выше Джорджа Буша. И выше Билла Гейтса. Его имя выше Валентина. Его имя выше Марка Чепинского. И я могу сказать «Слава Богу за это». Его имя выше всякого названного имени. В любой сфере. На небесах. На земле. И даже под землей. Оно над всеми силами и властями тьмы. И даже над самим принцем тьмы. Сказано, что Он обезоружил эти силы и выставил их на всеобщее обозрение. И это было в том месте, когда Он был распят. И даже написано, что если бы силы тьмы знали, подозревали о том, каков будет результат этого, они бы Его не распили. Из-за радости, которая предстояла Ему, Он вынес все эти страдания. И если мы не получим откровения об этом, то очень сложно понять то, что ради радости, которая предстояла перед Ним, Он смог вынести все эти страдания. И в том случае, если вы еще не уверены, я скажу вам, что эта радость — это вы и я. Ради спасения, которое мы приняли и которым мы наслаждаемся, Он видел, что это так и будет. И какая сила была высвобождена через то, что Он принес самого Себя как живую жертву, святую и приемлемую. Аллилуйя! Я хочу коснуться некоторых отрывков из книги Псалмов, Это все часть нашей духовной жизни и нашего поклонения. Давайте посмотрим сначала на 29-й Псалом. Псалом 30. Одиннадцатый стих. Двенадцатый стих. 29-12. И ты обратил ситование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 66. 24-25. Двенадцатый стих. It says, They have seen your procession, O God, the procession of my God and my King into the sanctuary. The singers went on and the musicians after them. In the midst of them all were the maidens, the ladies, shaking and beating their tambourines. It's verse 24 and 25, Psalm 68. Maybe it's different in the Russian. It's different. 67-й Псалом, 25-й и 26-й стих. Видели шествие Твое Божие, шествие Бога Моего, Царя Моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. Псалом 149. Псалом 149. И все, кто вовлечены в танцевальное служение, должны знать этот Псалом. 3-й стих. Дохвалят имя Его с ликами. Лики переводятся как танцы. На тимпании и гуслях допоют Ему, ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Прославляйте имя Его с танцами. Аминь. 150-й Псалом. Четвертый стих. Хвалите Его с тимпанами и с танцами. Хвалите Его на струнах и органе. И последний стих говорит, все дышащее дохвалит Господа. Давайте посмотрим 1-й Паралипоминон. 13-я глава. Восьмой стих. Начнем с седьмого. И повезли Ковчег Божий на новой колеснице. Ну, в общем, Ковчег въезжает в Иерусалим. Давид же и все израильтяне играли перед Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтырях, с тимпанами и кимвалах, и трубах. Бог был очень этим удовлетворен. Аллилуйя. Аллилуйя. Исход, 15-я глава. Бог выводит народ из рабства и полностью истребляет египетскую армию. И что они сделали в ответ на это? Они танцевали. Мирьям, сестра Моисея, взяла в руку бубен, и они отпраздновали эту победу. И мы поем такую песню, «Я прославлю Господа, потому что коня и всадника Он вергнул в море». Аминь. 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 Танцы – это что-то, что было частью нашей истории, истории со времен, которые описаны в Библии. Танцы библейски доказаны. И Бог говорит, что Ему нравится, когда Его дети танцуют перед Ним. И я хочу вдохновить всякого, кто сегодня здесь, если вы вовлечены в танцевальное служение в вашей общине, или думаете о том, чтобы быть частью этого служения, это часть нашего еврейского наследия. Это не что-то, что было только в Новом Завете, и чем мы живем сегодня. Как мы и прочитали, в храм шли целые процессии. И для вот таких танцев в процессе им нужно было тренироваться, практиковаться, что им делать. Не было так, что Давид говорил, ну вот, давайте сделаем такую процессию, и раз, и она получалась. Им нужно было время, чтобы подготовить наряды, их костюмы, и выучить движения, и сделать знамена. И также их должна была сопровождать музыка левитов. И даже сегодня Бог восстанавливает это в своем народе. И вы знаете, что также частью нашего еврейского наследия была то, что танцы всегда есть там, где есть свадьба, на бар-митсве, когда ребенок рождается, на днях рождения, на суккоте, на роша-шана, на всех праздниках, на всех празднованиях всегда есть музыка, кроме Йом-Кипура. Но на всех других праздниках и даже на Шаббат это время празднования. И Бог хочет, чтобы мы праздновали, воспевали Ему хвалу и пели Хаду, Ладунай, Китов, Ки, Леолам, Хаздо. Он хочет, чтобы мы самую лучшую хвалу Ему возносили. Не просто так вежливо петь Хаду, Ладунай, Китов. Но Он хочет, чтобы мы высвобождали себя в полноту прославления. И это тоже оружие нашей духовной войны. Хвала и поклонение это очень сильное оружие в наших руках. Потому что мы превозносим имя Господа. И Он живет посреди наших словословий. И свет Его проявляется посреди Его народа. И как результат приходят свобода и спасение. Все добрые вещи из Царства Божьего. Давайте посмотрим в Второзаконии 32 главу стих 3. Там говорится «Я буду провозглашать имя Господа в величии». И теперь Псалом 8, стих 2. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Чтобы умолкли уста всех врагов. Так что даже хвала из уст маленьких детей она заставляет врага умолкнуть. И это не просто концепция. Это не просто идея. Что-то действительно происходит. И многие из нас если не все из нас переживали это. Когда сила Божья высвобождается и мы видим что что-то меняется. И в 33-м Псалме сказано «Во всякое время прославлю Его и будет Ему хвала из уст моих». Псалом 96 он на 95 извините там говорится «Воспойте Господу новую песнь». И там говорится «Велик Господь и достоин славы». «Все боги народов идолы». «А Господь небеса сотворил». Пятый стих «Слава и величие перед лицом Его». «Сила и великолепие во святилище Его». «Поклонитесь Господу в величии и святости Его». «Потому что велик Господь и достоин славы». «Здесь говорится об очень сильных духовных вещах». «И я хочу ободрить вас, что если вы будете отдавать себя вот такой живой хвале и поклонению, о котором мы говорим, то оно преобразит вас самих и сделает вас посланием, примирением и благою вести. «И я верю, что это Божье желание и Божья цель для каждого из нас». «И для нас очень важно знать, что говорит Слово Божье о спасении». «Вот почему у нас есть МГБИ». «Чтоб мы понимали глуботу Писания и понимали, к чему Бог призывает нас». «И также в дополнение к этому мы должны жить этим в наших жизнях, чтобы самим становиться этим посланием». «Нам это все вместе нужно». «Нам нужно понимание того, что говорит Слово Божье, и также нам нужно вместить его в нашу жизнь». «И все мы находимся в процессе. Мы еще никто не пришли к завершению этого». «И мы должны друг друга вдохновлять и созидать друг друга и подбадривать, продолжать идти в этом направлении». «Есть ли здесь люди, которые в своих общинах вовлечены в танцевальное служение, в танцевальные группы?» «Потому что я видел, что некоторые из вас вот так своими руками выражают поклонение, когда вы прославляли Бога». «В нашей общине в Израиле вот у нас не было танцевальной группы, только два года назад появилось». «Было желание у многих людей в сердце, но не было еще вдохновения у кого-то начать это». «И Бог послал нам людей, у которых было желание такое в сердце видеть танцы частью общины». «И я хочу вам сказать, что определенному количеству людей это дало прямо чувство цели и вовлеченности в то, что происходит в общине». «Потому что танцы были в их сердце, но они еще просто не дошли до их ног». «И когда группа была организована, они пришли из их сердца в их ноги». «И эта группа выросла от нескольких человек до пятнадцати. Иногда к нам присоединяется группа из Тиверии, и тогда их становится двадцать, даже больше человек. В танцевальном служении точно так же, как и с музыкантами, есть определенные области, в которых нужно быть осторожными, потому что то, что мы делаем, это для Него. И люди, которые вовлечены в это служение, должны иметь такое мышление, то, как это выглядит перед общиной, или то, насколько это профессионально исполнено, должно быть второстепенным после отношения нашего сердца. Все, что мы делаем, мы делаем для Господа, и, конечно же, хотим делать это хорошо. Но это не представление, не выступление. И это не для того, чтобы развлечь общину, или чтобы отвлечь. И это очень сложное место и очень такой деликатный вопрос. Потому что, если люди делают такой поставленный танец, репетированный вместе с музыкой и пытаются привлечь внимание людей, то тогда это как бы разбивает всю цель поклонения. И точно так же, как у музыкантов, у танцоров тоже должно быть вот такое мышление. Аминь. У кого-то есть вопросы по этому поводу, то, о чем мы говорим? Потому что это не... Каос? А, потому что это класс. И есть вопрос у кого-то. Евангелизация может быть в танце? Конечно же. Это очень хорошая цель для танцевальной группы идти в публичные места. Потому что музыка и танцы будут показывать присутствие Божье. И если музыка и танцы исходят из чистого сердца, и даже если вы где-то вне церкви танцуете и поете, это все равно для Него. И Библия говорит, что если я поднимусь, то я привлеку вас к себе. И так это работает. Во всем, что мы делаем, мы Его возносим. И Дух Святой будет там, чтобы привлекать людей к себе. Поэтому абсолютно, да, это очень хорошая идея. Но в том же время мы должны помнить, что всегда для Него, если это внутри наших собраний или в отзывах в публичных местах. Но мы всегда должны помнить, либо это внутри общины происходит, либо где-то за ее пределами, это все равно должно быть для Него. Еще один интересный момент, касающийся музыки и танцев, находится в Исаии, в 30-й главе. Мы с женой обнаружили это место, и особенно оно нас впечатлило в то время, когда была война, прошлым летом. Исаия 30-я глава. И также это место имеет пророческое значение для того, что будет в будущем с Персией. Как вы знаете, лидер этой страны сейчас хочет полностью уничтожить Израиль. И мы будем говорить о Персии, и Иране сегодня. А, и Иране сегодня. Есть связь, что Бог будет выносить свои суды, и это будет связано с музыкой. И мы видели это уже в истории с Иосифатом. Произошло такое смятение в стане врага, и они друг друга убили. И там музыка имела место. В 30-й главе Исаии, в 31-м и в 32-м стихе. Ибо от глаза Господа содрогнется Асур, это Персия, жезлом поражаемый. И все, что Бог будет выносить его, будет с музыкой и тимбуринами, льерами, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет с тимбуринами и цитрами. Это струнные инструменты. И он пойдет против него войной опустошительной. И это очень удивительно, мне так кажется. Те суды, которые Господь сказал, что Он будет выносить, они будут с музыкой, с тимбуринами. И применение этого места такое, что там будут и танцы. Потому что везде, где есть музыка и тимбуринами, и песни, там есть и танцы. Они идут вместе. И это очень удивительно, правда? Бог будет использовать гуслистов, чтобы высвобождать свое помазание, чтобы сильные события происходили. И мы все в это вовлечены. Вторая книга царств. Шестая глава. Начинаем с двенадцатого стиха, с его второй половины. То пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. И царь Давид сказал из всей силы перед Господом. И одет же был Давид в льняной ефот. И вот так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицанием и трубными звуками. И вот мы видим опять танцы, музыка, празднование. И один человек, который имел критическое отношение к этому, это Милхола, жена Давида. И она стала неплодной до конца своей жизни. И я думаю, что для нас это предупреждение. Для нас это привилегия и радость праздновать перед Господом с музыкой и танцами. Это наследие нашего народа. Бог дал нашему народу музыку, чтобы мы могли поклоняться живому Богу. Это еврейское наследие. Это что-то, что немногие нации могут сказать, что у них это есть. Павел говорил, что нам, еврейскому народу, даны заветы, обетования, закон. Бог избрал нас, еврейский народ, особенный, конкретный народ, чтобы сделать Бога известным. Он дал нам особенные заветы, завещания, наставления, чтобы дать нам особую определенность как народу. И те дары, которые Бог дал нашему народу, они проносят через многие поколения. И даже статистика показывает, что в еврейском народе больше процентов, чем в других народах, вовлечен в искусство, в музыку. Это очень удивительно, не правда ли? У нас не только врачи и адвокаты, но также и музыканты, и певцы, и художники. И эти дары впервые были даны первым были даны народу Израиля. И все эти дары были даны Израилю с целью прославлять Бога. И я хочу сказать вам, что если у вас есть такие дары и такое желание прославлять Бога через искусство, то Бог благословит ваш дар. Я могу вам сказать из своей собственной жизни, что за 17 лет, в которые я был музыкантом, еще до того, как я пришел к Иешуа, желание моего сердца было собственное удовлетворение. И обычно именно таким, именно такое желание у музыкантов, у певцов до того, как они приходят к Богу. Но когда я понял, что прославление и те дары, которые Он дал мне, были предназначены для Его славы, может, вы знаете, что Господь давал мне псалмы в течение этих лет, и многие из них поют сейчас в мессианских общинах. Но ни один из них не был написан до того, как я не положил свой дар Ему на алтарь, как жертву. И прошло какое-то время, пока это желание творить музыку и быть с этим связанным не высохло и почти как даже умерло во мне. И когда Бог увидел, что это желание мертво, и что все, чего я хочу, это знать Его волю, если бы даже мне больше никогда не пришлось петь ни одной ноты и ни разу не притронуться к инструменту. Вот именно тогда Он обновил этот дар во мне совершенно по-новому. И песни начали приходить. Давайте взойдем на гору Господню. Он будет править над всей землей. И так далее, и так далее, и так далее. И я поэтому хочу сказать вам, чтобы вы взяли тот дар, который у вас есть, и принесли его Богу, и Он обновит его, и придет к вам совсем по-новому.